Инструкция по монтажу теплозвукоизоляции каркасных конструкций минеральной изоляции на основе стекловолокна «Технониколь» теплый каркас. Каркасная технология строительства домов имеет ряд несомненных преимуществ. Это быстрота возведения, экологичность, энергоэффективность и относительно низкая себестоимость. В этом видео мы покажем, как сделать теплозвукоизоляцию каркасного дома с помощью системы ТН «Фасад Каркас Сайдинг». Преимущества системы. Доступная технология работ, высокая скорость монтажа, а также малый вес конструкции. Система выполнена на основе деревянного каркаса и включает в себя следующие слои. Пароизоляционная пленка. Минеральная изоляция на основе стекловолокна «Технониколь» теплый каркас. Гидроветрозащитная мембрана. Наружная отделка. Необходимые инструменты. Пила или нож для резки минеральной изоляции. Строительный нож. Рулетка. Молоток. Шуруповерт. Строительный уровень. Строительный степлер. Монтаж гидроветрозащитной мембраны. Для защиты утеплителя от атмосферных осадков с наружной стороны монтируем гидроветрозащитную мембрану. Установка мембраны производится горизонтально. Фиксируем мембрану к каркасу с помощью строительного степлера. Края мембраны проклеиваем двухсторонней акриловой лентой таким образом, чтобы перехлест полотен был сверху вниз. Монтаж плит теплоизоляционного слоя. Основным элементом такого решения являются плиты из минеральной изоляции на основе стекловолокна «Технониколь» теплый каркас. Материал абсолютно не горюч, имеет прочное волокно, за счет чего не сползает в конструкции, безопасен для здоровья человека и животных. Утеплитель укладываем между стойками каркаса с внутренней стороны помещения. Для удобства работ расстояние между стойками должно быть меньше ширины плиты ваты на 10-15 мм. В случае, если расстояние между стойками каркаса меньше, подрезаем плиты из минеральной изоляции «Технониколь» теплый каркас под нужный размер. Для подрезки плит используем нож для теплоизоляции или пилу с мелкими зубьями. Важно помнить, что ширина нарезанного материала должна также быть больше на 10-15 мм, чем расстояние между стойками. При установке ваты в несколько слоев обязательно наличие перехлёста не менее чем 100-150 мм. Благодаря гибкости и упругости плиты из минеральной изоляции на основе стекловолокна «Технониколь» теплый каркас не требует дополнительного крепления. Расчет толщины утепления производят в зависимости от региона строительства. В случае, если толщины утепления недостаточно для нашего региона, монтируем на каркас горизонтальный контрбрус для установки дополнительного контрутепления. Он равен толщине утеплителя с шагом на 10-15 мм меньше ширины плиты минеральной изоляции. Так же, как и в случае основного утепления, монтируем «Технониколь» теплый каркас враспор. Установка пароизоляционного слоя. Начинаем монтаж защиты конструкции дома от внутренней влаги. Для этого используем пароизоляционную пленку «Технониколь». Раскатываем пленку горизонтально и закрепляем с внутренней стороны деревянного каркаса при помощи строительного степлера. Чтобы соединить два полотна пароизоляционной пленки друг с другом, воспользуемся двухсторонней акриловой лентой. Монтируем ее вдоль стыка. Затем прижимаем пароизоляцию с нахлестным полотен не менее 100 мм. Нахлест должен располагаться сверху вниз. Для монтажа, облицовки и организации воздушного зазора в системе с внешней стороны монтируем бруски 50 на 50 мм. В качестве облицовки для отделки фасада можно использовать большой спектр разнообразных материалов. Виниловый сайдинг, блок-хаус, фиброцементные панели и множество других. При строгом следовании инструкции по монтажу вы получите уютный дом, который будет служить вам долгие годы. Технониколь. Знания. Опыт. Мастерство.